Добрый день дорогие рукодельницы! Сегодня мы будем делать вот такие махровые тюльпаны. Я научу вас как делать вот такую тонировку. Для этого нам нужен для лепестков фон белого цвета. Я вырезала уже вот такие шаблоны. С одной стороны я уже покрасила, сейчас покажу как нужно делать с другой стороны. Для такого цвета нам нужна акриловая краска называется краб лак красный. Также нам нужно кусочек губки шириной 2 сантиметра. Берем немножко краски. Немножко растушевываем ее на поверхности. И вот такими движениями наносим наш рисунок. Начинать нужно от низа и вести немножечко сначала вверх, потом бок. Вот видите как получается. Опять мажем, чтобы поярче рисунок был. можно немножко по этому же месту подкрасить. Если вам кажется что маловато. и делаем серединную просто вот таким мазком. Оставляем на просушку. Для такого нанесения рисунка желательно чтобы краска была не жидкая. Тогда получаются более четкие полосы. Оставляем на просушку. Видите тут у меня уже тоже окрашены. Одинаковые рисунки все равно не получится. Да и на тюльпанах они абсолютно разные. Теперь я вам покажу как обрабатывать такие лепестки. Для этого нам нужен утюг. Можно использовать вот такой молд универсальный. Можно обойтись в принципе и без него. Я делаю все таки с молдом. Обработку на утюге делать желательно. Это закрепить нашу краску на фоамиране. И сделает саму краску поярче. Для этого прикладываем к утюгу. Считаем 1 2 3. И делаем отпечаток на молде. Еще раз повторюсь. Если молды нету, то можно и без него обойтись. Теперь начинаем формировать. Делаем как бы такую лодочку. Немножко оттягиваем самый низ. Чтобы он был загнутый. И теперь обрабатываем наши краешки. Делаем гармошкой. И сам край закручиваем. Таким образом у нас лепесток станет тоньше и более реалистичнее. Немножко расправили. Все. Наш лепесток готов. То же самое делаем со вторым. Выбирайте как. Смотрите чтобы лицевая сторона была вот какой вам рисунок больше нравится. Покрасивее. И обратную сторону прилаживаем к утюгу. Тут сильный отпечаток конечно не останется. Будет немножко листочек поживее. подробно убираем. Покрасиво. И также забираем гармошкой. и прокручиваем, расправляем, лепесток готов и так нужно сделать со всеми лепестками. Они получаются все одинаковые. Совсем сильно нагревать не стоит, потому что лепесток станет очень жестким. И будет грубовато смотреться. Сильно не старайтесь тянуть, а то можете прорвать лепесток. Для цветка нам нужно 6 таких лепестков. Можете, конечно, сделать и 9, если вам хочется. Теперь я вам покажу, как я делаю тычинки для тюльпанов. Такие тычинки подойдут для лилий также. Нам нужно в среднем где-то я делаю 5-6 тычинок и 1 пестик. Для этого берем проволоку. Вот у меня такая проволока. Я ее покупаю в аллерге в магазинах. Длину определяем точно как, потому что нам из нее надо будет потом сделать ствол для нашего тюльпана. Поэтому длина зависит от того, какой длины вы будете делать палочку для нашего тюльпана. Такой должна быть длина плюс где-то 2-3 см. Делаем на кончике крючок. Берем тейп-ленту. Цвет тейп-ленты тоже зависит от того, каким цветом вы сделаете стебель. И начинаем обматывать вокруг проволоки. За счет того, что мы делали крючок на конце, это будет основа для пыльника для нашей тычинки. Тейп-ленту закручиваем примерно на длину нашей тычинки. Больше пока не нужно. Фиксировали. Берем, если тычинка у вас будет желтого цвета, берем акриловую краску желтого цвета. Обмакиваем сам кончик в желтую краску. Я еще делаю добавление цветочной пыльцы. Пока краска не засохла. Прямо так вот обмакиваем во флоксе. Вот у нас получился такой пыльник. Наша тычинка готова. Если у вас нет такой пыльцы, то можно просто окрасить акриловой краской. Если вам кажется, что пыльник маленький получился, просто опустите после высыхания первого слоя еще раз в акриловую краску. Теперь делаем пестик. Для этого у меня две проволочки примерно сантиметров пять. Загибаем в серединке. Такой вот загиб, чтобы был округлый. И прижимаем двумя пальцами в одном месте. Фиксируем, держим крепко. И вот тут прижимаем к серединке. Видите, чтобы у нас такое круглое получилось. Теперь немножко сжимаем. Чтобы немножко у нас было более плоское. Точно так же делаем вторую детальку. По тому же способу. И опять вот приплюсную немножко. Теперь нам нужно одеть их друг другу. Как бы продеть одну сквозь другую. Вот мы пока так сделали. Теперь закрепляем тейп-лентой в основании. Делаем столбик. Закручиваем тейп-ленту до самого конца нашего пыльника. Так, теперь тут выравниваем. Проволочки ставим, чтобы они у нас были крест-накрест. Вот видите, как получается. Теперь точно так же окрашиваем, как мы делали с тычинкой. Опускаем в краску. Видите, даже если не брать флок, то уже вот такой получается пестик. Пестик нам нужен только один на один цветок и пять-шесть тычинок. Потом мы собираем в такой системе, чтобы пестик был ниже, чем тычинки вокруг. И обматываем тейп-лентой до самого конца. Это у нас получится будет уже ствол для нашего тюльпана. Итак, у нас получились вот такие тычинки. Я их собрала, полностью промотала до самого конца нашей ветки. Теперь будем собирать наш тюльпан. Для этого нужно вырезать вот такой небольшой кружочек из белого фоамирана. С одной стороны окрасить его в произвольной форме, как бы пятнистой. Это будет основа для того, чтобы хорошо держалась. Приклеивать будем вот с белой стороны. Это у нас будет внутри нашего цветка. Берем лепесток, кончик обмазываем клеем и по кругу приклеиваем три лепестка в один ряд. Прямо на этот кружочек. Так, вот мы приклеили. Теперь будем создавать форму. Для этого загибаем лепестки. Приклеиваем. И краешек приклеиваем краешком в самом низу. Один к другому. И так по кругу. Чисто для того, чтобы они у нас держали форму. От того, как вы закрепите вот этот первый край, будет зависеть насколько будет раскрыт ваш бутон. Чем сильнее прижмете, тем будет более раскрытый. Вот первый ряд я собрала. Видите какой получился. Теперь будем приклеивать второй ряд. Видите, приклеивала я примерно в таком же порядке, как обычно мы приклеим розы веером. Чтобы не собирались, но как обычно цветки распускаются в таком порядке. Так, теперь приклеиваем уже сверху, так же в самом низу, в шахматном порядке. И последний лепесток. Так, опять тут же нам нужно будет закрепить. Для этого нам нужно обмазать вот примерно где-то чуть выше серединки. Нанести немного клея и зафиксировать на первом ряду. Так делаем со всеми внешними лепестками. Главное следите за тем, чтобы было ровно между предыдущими. Вот мы так сделали, видите, вид не очень какой-то непонятный. Делаем как? Загибаем обратно. И начинаем выгибать наши, вот, буквально в самом верху. И немножечко чуть-чуть ее оттягиваем обратно. Будьте осторожны, чтобы не порвать наши лепестки. У нас никак не хочет, что-то получается куда-то. Тогда мы его немножко снизу шепот круглим чуть-чуть. И уже верхушку чуть-чуть тянем. Так же делаем верхушки оттягиваем у первого ряда лепестков. Чуть-чуть бы их немножко как бы открывая. Они у нас были немножко ажурные. Так вот, формирование бутона у нас готово. где-то немножко можете сами где-то подогнуть. Так, теперь... Так, вот мы сформировали наш бутончик. Теперь будем закреплять наши пестики с тычинками. в серединку вставлять уже. Делаем полную сборку. Для этого протыкаем зубочисткой, чтобы наша дырочка была побольше, было проще вставить. Так, желательно сделать, чтобы было посерединке. Вставляем. И опускаем до самого низа, где у нас вот начинаются тычинки наши. И снизу хорошенько подклеиваем. Клеевым пистолетом так как клеить не получится, но можно приклеить изнутри. Хочу, конечно, сделать так и будет совсем незаметно. Если у вас вот такой клей, то проблем с фиксацией не возникнет. Так, вот мы сделали наш цветок. Теперь приступим к изготовлению листьев. Так, я вам покажу, как вырезать листья, чтобы экономить фламяру. Я вырезаю полоску в 3 см. С одной стороны. Вот тут единственный получается большой обрез. Дальше получится минимальный. Вот надрезаю такой как бы полукруг. И начинаю вырезать вот отсюда уже готовый лист. Вот видите как получилось. Так, тут теперь срезаем вот самый, буквально самый краешек. И опять чуть выше этого формируем листок. Тут у нас немножко тоже как-то не очень красиво. Поэтому этот огрызочек немножечко отрезаем. Вот она, мы сделали два листика на этот цветочек. Фоамерал у меня золотого цвета, поэтому я его немножко хочу затонировать. Для этого берем пастель более темного цвета. Можно сухую, можно масляную. Но тут я беру масляную, потому что проще рисовать. Потому что сухой салфеткой все-таки так. Не очень удобно такие линии производить. Делаем вот такие линии, как бы немножко полосатость придаем нашим листикам. И так с обеих сторон. Вот мы сделали. Теперь нам нужно придать форму нашу листочку. Для этого скручиваем горошкой и прокатываем между ладонями. Заодно у нас растушевывается. Прокатываем и скручиваем. Истончаем наш листочек. Прям крутим, крутим. Можно не бояться крутить, что порвется или что-то. Немного расправляем. И зубочисткой делаем такие насечки с одной стороны. Преизвольная форма. От низу до верха. То же самое делаем с другим листочком. Катать между пальчиками не бойтесь порвать. Сколько в моей практике ни разу такого не было, чтобы фон порвался таким вот методом. Полностью расправлять не нужно, потому что он потом все-таки немножко сам распрямится. Также можно сначала листик нагреть на утюге, а потом уже скручивать. Так он будет даже лучше держать форму. Так как будет немножко пожестче. И так же делаем насечки. Вот листики у нас готовы. Теперь берем тейп-ленту. Тейп-ленту я храню в мешочке. И время от времени туда добавляю влажную салфетку, для того чтобы тейп-лента у меня не подсохла. Теперь нам ее нужно разрезать на две половинки. Разрезаем. Расправляем. Растягиваем. И теперь будем придавать более плотную форму, более толстую, нашему стеблю. Потому что, видите, как-то все равно тонковато. Вверху толще из-за точинок. Начинаем фиксацию с самого верха, опускаясь ниже. Там, где уже тоньше пошло, мы уже делаем слой более плотный. В этом месте больше прокатываем, обматываем лентой. Видите, насколько толще разница какая получается. Потому что все равно, когда слишком толстый стебель-то, не очень смотрится натурально. Так, ну вот примерно до этого места. Теперь мы будем приделывать наш листочек. Его просто вот таким способом наматываем на наш стебель. За счет того, что тейп-лента клейкая, у нас очень хорошо листочек фиксируется. Также мы будем фиксировать второй листочек уже напротив первого. Потом мы опускаемся до самого конца. Внизу загибаем нашу проволоку. И обкатываем, обматываем полностью тейп-лентой, делая черенок в конце нашего стебля. Вот получается снизу. До самого низа. И опять вверх. Потом обрываем и фиксируем. Кто-то фиксирует кончики клеем. Но когда хорошая тейп-лента, она сама по себе очень хорошо клеится. Вот и все. У нас получились вот такие тюльпаны. Мастер-класс готов. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok